Сэкономить время и защитить организм. В ульяновских пунктах вакцинации теперь можно одновременно привиться и от гриппа, и от коронавируса. Рядом с торговым центром Аквамул уже стартовала двойная вакцинация. Одно плечо все посетители подставляют под спутник ВИ или спутник ЛАЙТ, другое под СВИГРИП. Врачи уверены, что две вакцины в один день здоровью не навредят. Совершенно верно. Минздрав России официально разрешил прививаться и от коронавирусной инфекции, и от гриппа. Нужно соблюсти только одно правило, что необходимо ввести разные части тела. Например, от коронавируса вправо в плечо, а от гриппа влево. Для этого нужно с собой иметь паспорт из НИЛС, и чтобы хронические заболевания были вне обострения. Мобильные пункты пользуются популярностью у ульяновцев. Очередей в компактных учреждениях меньше, чем в поликлиниках. Да и добираться до торговых центров для многих удобнее. Езжу сюда, потому что, во-первых, неподалеку здесь живут, так как, во-первых, в больницах, там, ну, большое ступотворение людей, во-первых, плюс там еще многие болеющие люди и так далее. Здесь все-таки на свежем воздухе, как бы, сами знаете, вирусы не распространяются. О подрастающем поколении тоже не забыли. На склад государственной аптеки поступило 156 тысяч доз детской вакцины от гриппа. Местные фармацевты уже разгружают партии. Сначала сканируют, затем коробки с препаратом убирают в прохладное помещение. Температурный режим – это холодильная камера, температура плюс два, плюс восемь, но у нас в среднем плюс пять градусов. Регистрация каждой упаковки вакцины или каждой дозы вакцины в системе МДЛП. Система МДЛП – это мониторинг движения лекарственных препаратов, то есть каждая упаковка должна пройти регистрацию в этой системе. Детская вакцина «Совигрипп» поступит в поликлинике 28 октября. Виктория Черкова, Данил Сурков, Управда ТВ.